Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на нашем канале. И сегодня, по наночным просьбам наших зрителей, я расскажу, какие удобрения вам понадобятся в течение сезона выращивания рассады цветов, ну и овощей. Потому что всем растениям, которые мы с вами выращиваем, необходимо дополнительное питание в процессе вегетации. Итак, для того, чтобы не путаться, я специально приехал в магазин и расскажу, какие удобрения буду брать себе, друзья. Но если кому-то интересно, возьмете себе либо такие же, либо похожие. Я рассказывать буду на примере удобрения фирмы Валагра Мастер, но это абсолютно не принципиально. Это может быть любое удобрение. Может быть Полифит, может быть Терафлекс, может быть другое название. Это не важно. Я просто беру сегодня себе мастер. Удобрение, в принципе, проверенное. Смотрите, сначала покажу, как выглядит настоящий мастер по цвету. Он различается. Формула 18-18-18. Вот такого цвета обязательно должна быть. Формула 15-5-30 плюс магний. Цвет красный 20-20-20 без магния. Я специально для наглядности так и сделал надпись. В этом удобрении единственное от мастера, в котором нет магния. 20-20-20. Но микроэлементы здесь все есть. Выглядит темно-синего цвета. Давайте посмотрим теперь мастер с формулой 3-11-38. Ну, еще раз повторюсь. 3 это азот-11, это фосфор. 38 это калий. Плюс магний. Плюс микроэлементы. Это понятно. Выглядит вот такого белесо-кремового цвета. Друзья, сразу хочу сказать. Мастерами по листу обработки листовые проводить не стоит. Почему? Потому что идет слабоватое усвоение фосфора и калия. В то время как удобрение от фирмы Полифит... Это удобрение в своем составе имеет азот в амидной форме. Поэтому для листовых подкормок вот это удобрение подойдет как нельзя лучше при необходимости. Теперь, как же правильно применять? В какие периоды? Поскольку удобрение нам понадобится? Друзья, на начальном этапе я пользуюсь обычно укоренителем. В его составе повышенный фосфор. Но сейчас укоренителя нет. И поэтому на начальном этапе, если я не найду укоренителя, я буду пользоваться монофосфатом калия. Формула 0-52-34. Я специально называю формулой для того, чтобы вы ориентировались. Возможно, вы не найдете именно такой мешок, именно этой фирмы. Разницы никакой нет. Производителей монофосфата калия достаточно много. Но, как видите, здесь нет азота в этом удобрении. И поливая на начальном этапе молодую рассаду, хорошо влияет это удобрение на укоренение. Без особо сильного развития вегетативной массы. И это хорошо. Почему? Потому что растения меньше вытягиваются. Но в монофосфате калия нет того, что есть в укоренителе, которым обычно я пользуюсь. А именно, нет янтарной кислоты. Смотрите, янтарную кислоту всегда можно добавить дополнительно в монофосфат калий. Пачка 2-граммовая на 10 литров разведенного раствора. То есть, допустим, мы помещаем на 10 литров 20-25 грамм монофосфата калия для подкормки, разводим. Плюс 2 грамма янтарной кислоты. Вот у вас получился готовый укоренитель. Я думаю, монофосфат калия все равно легче и проще найти зрителям, в какой бы стране вы ни находились. Друзья, что нам еще понадобится? Понадобится кальций. Кальций будет у нас второй подкормкой. Итак, первая подкормка. Монофосфат калия плюс янтарная кислота. Это первая подкормка для развития корня, которая нам будет необходима. Молодая рассада. Первая. Это самое первое. Вторая подкормка через неделю будет кальций. Кальций для хорошего скелета образования. Растения. Ну, многие моменты, на которые влияет хорошо кальций. Кальций может быть тоже различных фирм. Ну, вот кальцинит другой фирмы. Яра. Яра лива. Друзья, разницы нет. Для конечной стадии, ну, уже когда плодоношение, нам обязательно понадобится повышенный калий. Можно монофосфатом калия подкармливать в конце вегетации, но можно для усиления чистый калий. То же нам понадобится. Из расчета, ну, вообще в среднем, я подкормлю, я не сторонник. Сильного перекорма растений. Поэтому я, если капельное орошение использую 1 грамм на растение, если, ну, знаю, что используют некоторые овощеводы, 2 и даже 3 грамма удобрения под 1 корень из расчета. Вот разводят маточный раствор для капельного орошения. Я использую 1 грамм, но лучше я это сделаю чаще. Некоторые сразу 2 грамма на растение, допустим, 1000 растений, по 2 грамма 200, 2 килограмма сразу на 1000 растений. Ну, я килограмм. Потому что, еще раз повторюсь, не сторонник сильного перекорма растений минеральными удобрениями. Если вы будете разводить эти удобрения, допустим, у вас нет капельного орошения, и будете подкармливать, ну, чайничком горшочки, допустим, выращиваем рассаду, вот сейчас, то, что нам ближе всего в этот момент именно, то я развожу из расчета 20-25 грамм на 10 литров воды. Любое из этих удобрений. В принципе, разницы нет. Можно развести и полить 2 раза подряд по 10 грамм. Сегодня развели раствор 10 грамм на 10 литров. Через 3 дня такой же раствор развели 10 грамм на 10 литров. Друзья, еще такой важный момент забыл, упустил. Кальцинид, постарайтесь ни с чем не смешивать. Можно с некоторыми другими элементами его смешивать, но существует опасность, что войдет в реакцию, и, в принципе, он блокирует ионы фосфора и калия, поэтому с фосфорно-калийными удобрениями лучше не смешивать. С аммиачной селитрой, пожалуйста, прекрасно. Хотя в его составе 12% азотного удобрения и так и есть. Друзья, вот смотрите, первую подкормку мы монофосфатом калия провели, плюс янтарная кислота. Это у нас фосфор-калий. Через несколько дней проводим кальцинидом. Вот здесь будет у нас уже и кальций, и азот. Потому что в монофосфате калия, как ни крути, азота ноль. Теперь давайте еще подробнее остановлюсь на вот этих формулах, которые сейчас передо мной. Вы, зайдя в магазин, всегда можете посмотреть. На любом мешке, как бы он ни выглядел, он синего будет, цвета красного, зеленого, название мастер или какое-то другое. Смотрите, куст, корень, плоды. Ну, органы, будем так, генеративные органы, это плоды могут, если цветочные культуры, это цветы. Вот, значит, запомним. Куст, корень, плоды. И так и смотрим. Значит, давайте теперь, ну, вот формула, допустим, 3,11,18 плюс 4 магния. Азота мало, фосфора нормально. Вот этот состав больше всего подойдет для конечной, будем так говорить, стадии выращивания, когда уже необходимо больше калия, для того, чтобы он смог помочь нам отвести аминокислоты, сахара с листовых пластин, образованные в результате процесса фотосинтеза, в плоды. Соответственно, немножко будет азот влиять на развитие листостеблевой массы, но фосфор растению нужен всегда. Магний влияет в том числе на то, чтобы плоды были сладкими. Давайте посмотрим мастер 20-20-20 формула. Это универсальное удобрение, можно его использовать, в принципе, на всем протяжении. Но лучше всего первую подкормку сделать монофосфатом калия, а затем уже, когда достаточно органично развита и корневая система, и листостеблевая масса, и уже происходит закладка генеративных органов, то есть, либо бутоны соцветия, тогда можно вот этой формулой 20-20-20 подкармливать, либо 18-18-18. Ну и мастер 15-5-30. Эту формулу лучше всего использовать, когда у нас уже идет полным ходом процесс плодообразования, либо начало зацветания цветов, но кустик недостаточно развит, тогда мы используем формулу 15, азотом поможем развитию куста, 5- это фосфор, все равно он всегда нужен, и 30- это будет происходить укропнение цветов, либо налив плодов. Кроме подкормок под корень, нам будут необходимы также удобрения для производства листовых подкормок. Это тоже важный момент. Листовые подкормки, конечно, не могут заменить корневые по своей эффективности, но в некоторые этапы развития растений они очень полезны. Для листовых подкормок лучше всего использовать специально для этого предназначенные удобрения. На примере плантофола кратко расскажу, но это может быть в вашем случае не плантофол. Что будет в вашем магазине, друзья? Смотрите, здесь азот в амидной форме. Амидная форма азота позволяет очень быстро всем элементам усваиваться, то есть как бы раскрываются ворота, и удобрения хорошо усваиваются листовой пластиной. Формула 20-20-20, универсальная формула, можно в принципе ей работать раз в 10 дней при необходимости на протяжении периода вегетации. Есть маленькие упаковки, но тоже смотрим по формулам. Все смотрим по формулам, друзья. И формула, вот еще большую пачку хочу показать, 5-15-45. То же самое в процессе плодоношения, начало плодообразования и плодоношения. Вот этот плантофол очень эффективно использовать раз в 10 дней по листовой пластине с помощью опрыскивателя. Но здесь есть и макроэлементы, и микроэлементы. Если макроэлементы растению уже видите не нужны, то можно использовать просто микроэлементы. На примере брексил комби покажу. Здесь нет азота, фосфора и калия. Здесь есть только лишь микроэлементы. Брексил комби, есть брексил железо, брексил цинк и так далее, и так далее. Для укоренения нам может понадобиться радифарм из расчета 25 грамм на 10 литров. Если вам, ну, посчитать можно каждому человеку для себя. Если вам понадобится 2 ведра, допустим, 50 грамм радифарма, можно на всякий случай приобрести. Еще хотел бы особо отметить, друзья, внесение или не внесение удобрения, когда их носить. Это, конечно, я буду показывать на канале по мере подрастания моих растений. Обязательно буду пользоваться подобной формулой, подробно объяснять. Но я хочу сказать, что многое зависит от типа почвы вашей почвы, от кислотности почвы, от плодородия почвы, что вы вносили до этого, что вы вносили в прошлом году. Потому что удобрения все равно, они не могут за один сезон куда-то исчезнуть полностью. Ну, часть вымывается, часть испаряется, часть полощается растениями. Но некоторая часть, возможно, в вашей почве осталась. Поэтому всегда будем смотреть на растения, на их развитие, на их состояние. Жестких каких-то привязок, механических действий в этом деле допускать ни в коем случае нельзя. У всех все слишком разное. И температура будет разная, и солнечная активность будет разная, но и в первую очередь почва. Друзья, ну это самая краткая информация. То, что я мог вместить в формат этого видео, конечно, тема очень обширная. Может быть, когда-то мы будем делать разъяснения, еще снимать видео более подробное. Не стал я снимать в этом видео про средства защиты, борьбы с вредителями и болезнями. Сегодня будет только про удобрения. Спасибо всем за внимание. Желаю высоких урожаев. Всего доброго. До свидания. До новых встреч. Если у кого-то будут вопросы, пишите, пожалуйста, в комментарии. Ну, либо пишите личные сообщения у меня на канале в Инстаграм. Всего доброго. Еще раз. До свидания.